Это стартап-шоу на М1. Лайк, это Містер Сані. Мы решим страшную проблему, что будет грызти кишка, когда все гаджеты будут беспроводными. Но жарты жарты, мы сегодня мы узнаем еще арт-объекты из сметки. А еще самые опасные знаменитые в интернете. А еще комнатная метеостанция, которая демонстрирует погодочку. И далее, обережно, никогда не кликайте на этих знаменитых жартов. На самом деле, можно и кликать, но если у вас есть антивирусы, то добре. Компания Intel, вместе с производителем антивирусного ПЗ, то есть программного безопасности Макетти, опубликовала список найнебезопасных в интернете знаменитых жартов. Еще интересно, что там на первом месте не співак какой-то, а там, например, знаменитые из кино, а диджей. Да, да, ты говоришь сейчас про Ван Бюрена. И вероятность попасть на зараженный сайт при соответствующем поисковом запросе составляет 17, почти 18%. За ним идут канки-музыкант Люк Брайан и Ашер. А Ашера мы сегодня вітали, до речи, с днем народжения. Да, кстати, с днем рождения тебя. На его сайт вы, когда будете поздравлять Ашера с днем рождения, ставите все же аккуратно заходить на его сайт. Да, итак, Бритни Спирс, от нее тоже можно заразиться вирусом. И такая вероятность составляет 16%, около 16 и 39%. А также дальше идет еще и Джей Зи. А вообще из днем музыкантов в этот список попали и актрисы, Эмми Шумер, Бетти Уайт и Нина Добрев. Таким чином, если вы вбываете в браузере эти имена, находите сайты, то выявляется, что эти сайты могут быть зараженными. Поэтому будьте обереженными. Стартап-шоу из Нескафетра в одном из нового эфира. И мы с Лавикой уже готовы знакомить тебя с добровольными выноходами, креативными проектами и лайфхаками крутых стартаперов. Да. Важнее всего погода в доме. И именно так считает метеостанция домашняя, между прочим, сейчас, прежде чем выходить на улицу, абсолютно легко. Вы можете теперь не обращать внимания на гаджет. У вас будет некое устройство дома, которое будет вам показывать температуру. Лайка, лайка, лайка. Ты знаешь, что на английский доброе. Tempestcope? Або как это назвать? Короче, сервич будет как раз на цей короборости показывать то, что будет происходить за векнами. Если вы достаточно ленивая людина, и вам зайвый раз хочется подниматься с канапы и идти, дивиться, что там за векном, вы можете подниматься на этот бокс и побачить все, что происходит. И внутри будет там прозрачно вам видно. Или дождик собирается сейчас. Грозу. Или же гроза, мини-гроза. А при желании можно еще и выбирать местонахождение. То есть в случае, если Саня будет находиться в другом городе, мне бокс покажет, знаете, как есть такие шары и кристаллы, когда все гадают. Нет, когда все гадают наперед. Вот здесь мы сейчас также сможем погадать, где Саня будет находиться в эти выходные со своим концертом. Попереднее, у первой партии плануюсь продать 2000 метаостанций за 250 долларов. Дорого! Да, да. Это прекрасно. По-моему, это здорово. Вы знаете, сейчас существует в австралийском городе Квинсленде фестиваль скульптур, который действительно состоит полностью из отходов. А именно проводов, ниток, кусков пластика, железа, стекла. Старый клавиатур. Да, художники из разных стран. Из Австралии, из Великобритании, Германии, Новой Зеландии. Вообще всего представлено 60 авторов-художников со своими проектами. И можно сказать, что пляж арт-скульптурами был занят полностью. Навещу это сделано, запитаете вы. Не только для того, чтобы убрать весь майданчик этого пляжа, а для того, чтобы действительно показать людям, что нужно задуматься над утилизацией брухты и вообще-то очищать нашу планету. А проходит этот фестиваль уже на протяжении 13 лет, поэтому все же нововведения на суперэкологичный образ жизни уже давным-давно заведен в истории человечества. Это круто. Статап-шоу уже тревает майже 4 часа, поэтому давайте подсумуем. Если вы сегодня знакомы, от кого мы набывали досвиду. Отже, мы поговорили с организаторами проекта «Дииндиджитал» «Зроби себе сам». По итогам этого курса мы ведем переговоры с одной из маркетинговых школ Академии о том, чтобы они взяли и создали тестовую группу с переводчиком для ребят, которые хотят постичь язык какой-либо из интернет-профессий. Еще, конечно же. Мы делали наше настроение все лучше и лучше, улыбались и веселились вместе с нашими артистами, потому что сегодня у них узнавали, что такое гига-селфи. Это инновации, специальные насадочки на камеру. Это селфи в очень хорошем качестве, которое весит прямо несколько гиглов. Селфи масштабного, наверное, плана, масштабного формата, когда делают селфи где-нибудь на стадионе или в метро в час пик. Хорошо, оставим так. Довольно программа стартап-шоу на М1 доходит до своего логичного завершения, тому будем еще збажать... Ну, конечно, и счастья, и здоровья. А также будем еще и встречаться с вами ровно завтра. Розум мы будем обожать усим. Ну, а еще музыки побольше. Дивите стартап-шоу, слушайте и дивите М1. Завтра с лайком увидимся. Bye! Bye-bye! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова